Итоги уходящей пятницы подводят наши корреспонденты. Я Максим Кембель. Смотрите сейчас. Казнить нельзя, помиловать. Во Дворце независимости обсудили возможность исправления судебных ошибок. Просмотреть возможность обжалования в апелляционном порядке и решения Верховного суда. Что еще предполагает новый проект? Любовь к делу и другие лекарства. Бобруйская дежурная аптека признана лучшей в Могилевской области. Больше на данный момент реализуются лекарственные средства от простуды и гриппа. Насколько вырос спрос? Хендмейд в стиле эпохи неолита. В центре Покрова открылась гончарная мастерская. Такой студии, с таким современным оборудованием для работы с природной глиной в городе не было до этого. Как пополнить ряды ремесленников? А также уголовное дело, средняя скорость и скользкая дорога. В выходные в Беларусь ожидается гололедица, каким будет температурный максимум. Работа над ошибками. Президент провел совещание по изменениям Уголовно-процессуального кодекса. Новый законопроект предлагает дать право белорусам на обжалование всех постановлений без исключения, включая решения Верховного суда. Еще одна важная новелла – введение института касации. Фактически это позволит дополнительно проверять приговоры, которые вступили в силу, но с которыми человек не согласен. Институт апелляции получил уже полное право в нашем судопроизводстве. Он полностью реализован. И сейчас стоит вопрос о том, чтобы этот институт распространить на решение Верховного суда, которое до настоящего времени является окончательным, не подлежит апелляционному обжалованию и вступает в законную силу немедленно. То есть, если Верховный суд принял решение до вступления в силу, надо и решение Верховного суда проверять в апелляционном порядке. Пока это не так. Но мы хотим ввести. Да. А мы предлагаем в первой части этого законопроекта как раз возможность просмотреть, возможность обжалования в апелляционном порядке и решения Верховного суда. Для этого в Верховном суде будут создаваться специализированные инстанции, апелляционные инстанции. Нам не проработан механизм создания этой судебной инстанции и структура ее. Она не потребует каких-то дополнительных бюджетных ассигнований, дополнительных структурных созданий при образовании. И это все будет образовано за счет существующей численности судей Верховного суда. Процесс обжалования совершенствуется, чтобы еще эффективнее обеспечить своевременное устранение допущенных ошибок. Подготовка обсуждаемых изменений кодекса началась два года назад. В целом, эффективности работы судебной системы всегда уделялась повышенное внимание. Идеальная рецептура. Бобруйская дежурная аптека признана лучшей в сети фармации. Учреждения – единственные в стране, где выполняют максимальный объем функций одобренных Минздравом. Плюс прямо здесь изготавливают и собственные микстуры. Как изменился поток покупателей в период пандемии, знает Карина Гуревич. В эту аптеку на интернациональные жители обращаются и днем, и ночью. Будь то покупка жаропонижающего или обезболивающего препарата. По итогам прошлого года учреждение признано лучшим в Могилевской области в сети фармация. Здесь, отмечает заведующая Ирина Русакович, заслуга всего коллектива – фармацевтов, провизоров, укладчиков, упаковщиков. Мы работаем круглосуточно, 24 на 7, поэтому это тоже накладывает свой, так сказать, отпечаток на нас, ответственность большую, потому что приходят люди и взрослые, и для маленьких детей назначаются препараты, и нужно быть очень внимательными и ответственными. Командный дух присутствует в нашей работе, и за счет этого мы и получили эту награду. 2021-й стал непростым для всей системы здравоохранения. По сей день фармацевты стоят на передовой вместе с другими медицинскими работниками. Спрос на лекарства вырос практически в три раза. С полок сметают маски, антисептики, термометры, порошки, противовирусные, биологические добавки и витамин Д. За последнее время очень изменился и поток потребителей, и количество ассортимент, и сам ассортимент изменился больше. На данный момент реализуются лекарственные средства от простуды и гриппа. Также для профилактики вирусных инфекций. Люди приходят с различными вопросами, будь то температура, кашель, заложенность носа, боли в горле. Совершенно различные вопросы, и мы для каждого потребителя подбираем соответствующее лечение. Здесь не только продают медикаменты, но и изготавливают собственные. Суспензии, эмульсии, мази, растворы и порошки. За местными микстурами приезжают даже из других городов. Такова специфика аптек первой категории. В Бобруйске их всего две, еще одна – на Минской. Изготавливают лекарства по рецептам врача и индивидуально для каждого пациента. Используют максимально безопасные ингредиенты, такие как глюкоза, фороцелин и натриохлорид. Поэтому и срок годности у таких препаратов небольшой. По итогам 2021-го признание получила и аптека четвертой категории, которая расположена в первой поликлинике. Она заняла почетное второе место. На ее счету десятки тысяч проданных лекарств и тысячи обслуженных покупателей. Во время пятой волны коронавируса фармацевтические работники с уверенностью заявляют, поддерживать здоровье горожан – их главная задача. Карина Гуревич, Максим Гален, Кабаб, Руйск, 360. Столичные происшествия, дополнительные места и красоты синюкой. В стране за пять лет планируют вестись 73 туристических объекта. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. На территории стройплощадки Минского митрополитена мужчину завалило грунтом. Спасателям пришлось копать вручную. Инцидент произошел возле строящейся станции Немаршанский сад. Смерть рабочего подтвердил Следственный комитет. Возбуждено уголовное дело. Допрашиваются свидетели, назначена экспертиза. В больницах появятся дополнительные места для людей с COVID-19. На перепрофилирование уйдет чуть больше суток. Тем временем за последние 24 часа в стране зарегистрировано свыше 8,5 тысяч инфицированных. Медики отмечают, о спаде заболеваемости говорить рано. По прогнозам такая динамика будет сохраняться еще не меньше двух недель. До конца февраля на дорогах страны появятся камеры, которые будут фиксировать среднюю скорость. За превышение на 10-20 км в час штраф до 30 рублей, на 30 – до 60, на 40 и более – до 360. Установят оборудование белорусского производства. Оно уже прошло сертификацию. В Беларуси за пять лет планируется ввести 73 туристических объекта. Большое внимание регионам. Каждая область сейчас реализует пилотный проект. За время пандемии значительно выросло посещение усадеб и санаториев. В ближайшем сезоне ожидается очередной подъем интереса к внутреннему туризму. В субботу в Беларуси ожидается гололедица. И водителям, и пешеходам следует быть крайне осторожными. В такую погоду увеличивается число аварий и травм. В прогнозе также мокрый снег и сильный ветер. Порывы достигнут 14 метров в секунду. Днем будет от минус двух до плюс четырех. Заглянули на огонек. В Бобруйске прошел завершающий этап акции «Безопасность. Каждый дом». На этот раз сотрудники МЧС отправились в торговый центр. Вместе с ними Горгаз, Красный Крест и БРСМ. Взрослые повторили правила безопасности, номера экстренных служб и алгоритм действий при ЧП. Для малышей же подготовили обучающие игры. И таким общим усилием, большим информационным потоком мы напоминаем в торговом центре всем гражданам о важности соблюдения правил пожарной безопасности, правил безопасности газового оборудования. То есть, в принципе, всех правилах безопасности, которые окружают любого человека в любом доме либо квартире. С начала года в городе и районе произошло 16 пожаров. Огонь унес жизни четырех человек. В масштабах страны зафиксировано свыше 600 возгораний. В Бобруйске погибло больше сотни белорусов, в том числе один ребенок. В корзину не поместятся. В Бобруйске открылся еще один магазин низких цен. В «Маяке» на гугле 189 можно приобрести качественные белорусские товары. Бакалею, молочку, рыбу и даже бытовую химию. Удобно в дискаунтере закупаться оптом. Ольга Васенда определилась, что взять на ужин. Напутственные слова, перерезание красной ленты и громкие аплодисменты. В Бобруйске открывается четвертый магазин «Маяк». В продуктовом дискаунтере представлено свыше полутора тысяч наименований товаров повседневного спроса. От хлеба и молока до бытовой химии и кухонных полотенец. У нас все распределено. И зона фруктов встречает, и молочный отдел в изобилии, колбасная продукция. В нашем магазине, я думаю, что любой покупатель найдет для себя тот товар, который ему нужен. В дискаунтере нет привычных акций и скидок на отдельные группы товаров, так как на весь ассортимент изначально выставлена максимально низкая цена. Для удобства покупателей предусмотрены широкие проходы между рядами. Это позволяет комфортно передвигаться с тележкой. Площадь торгового зала – 267 квадратов. Мы готовы к открытию новых магазинов формата «Маяк» как в Бобруйске, так и в Осиповичах и в близлежащих городах. Все будет зависеть от тех площадок, которые на текущий момент имеются в аренду. Поэтому мы готовы входить в новые микрорайоны, открывать новые магазины, создавать новые рабочие места и быть востребованными у покупателей, жителей города Бобруйска. В «Маяке» можно выгодно закупиться бакалей. Гречка стоит 2 рубля 99 копеек, рис – рубль 69, овсяная крупа – рубль 25, спагетти твердых сортов – 2,29. Здесь же можно недорого купить консервированную кукурузу. За нее просят рубль 89, горошек на 10 копеек дешевле, плюс широкий ассортимент чая, кофе, напитков и сладостей. В магазине представлен огромный выбор молочной продукции. Большая часть – белорусская. Обезжиренный творог из горок обойдется всего в 99 копеек. Цена – за 180 грамм. В дискаунтере также большой выбор замороженной продукции – хлебобулочных изделий, фруктов, овощей и средств личной гигиены. Удобно здесь закупаться впрок. Многие товары выставлены на поддонах и палетах. Доступные цены привлекают не только обычных покупателей, но и владельцев небольших магазинов. В дешевле, чем в других магазинах, оно как бы вот… Покомендуете бобручанам сюда прийти? Обязательно. Обязательно. Тем более, те, кто рядышком живет, это просто магазин-находка. Ну вот смотрю, дешевая вроде как колбаса. Стараюсь понравилась. Я думаю, что магазин должен прижиться, потому что и частный сектор рядом, и общежитие, и здесь дома. Может быть, уже его посещали просто в других местах? Да, да, и он там на рынке. Мне нравится этот магазин. Я туда постоянно ездила за продукциями. Новый маяк на Гоголе 189 работает ежедневно с 9 утра до 10 вечера. Еще один продуктовый дискаунтер в скором времени откроется и на Ковзана 62. Посетить магазины и сети можно и в других частях города. Адреса на ваших экранах. Спешите, количество товаров может быть ограничено. Глина в руках горшечника. В Центре поддержки семьи и материнства Покрова открылась мастерская. Здесь оборудовано специальное помещение, есть гончарный круг и печь для обжига. Занятия длятся 45 минут. Ученики успевают сделать не одно изделие из природного материала. Это, говорят специалисты, развивает мелкую моторику, воображение и внимательность. Такой студии, с таким современным оборудованием для работы с природной глиной в городе не было до этого. Сейчас все дети города, желающие, могут приходить и заниматься абсолютно на безвозмездной основе. Студия работает по вторникам, четвергам и субботам. Стать частью команды легко. Нужно написать заявление и принести его по адресу спартаковская 1А. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»